Жители Луганской и Донецкой республик находятся сейчас в крайней опасности. Вооруженные силы России обеспечивают мир на этих территориях. Стоит отметить, по данным ЦИОМ, большинство россиян одобрили подписание договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и республиками Донбасса. Поддержку решения президента Владимира Путина высказался и художественный руководитель, главный балетмейстер Государственного театра танца «Калмыки Айраты» Петр Надбитов. Дорогие друзья, дорогие земляки, мы все знаем, что идет страшная война. Это уже длится 8 лет. Люди страдают, убивают детей, женщин, грабят. Ужас какой-то. Убивают за то, что он говорит или она говорит на русском языке. И женщина, учительница маленькая, вчера убили молодую женщину, которая сидела в классе, что-то готовила. Вообще, столько лет эта война идет. И каждый день я, во всяком случае, засыпаю и просыпаюсь и целыми днями смотрю это. Особенно сейчас, в последнее время, когда эта война активизировалась. Ну, мы все, я думаю, положительно восприняли то, что Путин издал указ поддержать этот бедный народ. И многое же уезжают. Сейчас такая активная война сейчас идет. Если все это не прекратить, это будет продолжаться долго и долго. Вот это фашистствующий элемент. Если их не уничтожить, не убрать, и народы будут там страдать, это будет. Конечно, я думаю, многие люди нашей страны, нашей республики поддерживают такое решение. Просто это было так воспринято народом, когда руководители этих двух республик обратились к Путину с просьбой помочь, уберечь людей, сохранить. И поддержало руководство наше, поддержало Дума. Все мы знаем. И народ поддерживает. Я говорю, еще раз говорю, что мы все засыпаем, просыпаемся от этой войны. Когда прекратится, я не знаю, восемь ночи. Так жить народ не может. Так жить народ не может. Любой человек. Я был маленьким. Я почувствовал эту войну. Я видел эту войну. Я знаю, что такое война. Я знаю страдания людей. Мы, Калмыкия, вынесли эту войну на себе. Я говорю, что я почувствовал себя. Поэтому надо надеяться, думать, чтобы эта война закончилась быстрее и перестали люди страдать. Чтобы пришли, они вернулись опять в свои семьи, в свои дома. И начали жить нормальной человеческой жизнью. Вот это прежде всего нужно. Но только хотелось бы, чтобы не вмешивались со стороны. Чтобы мы решили эти вопросы у себя дома сами. Наши солдаты России там сейчас воюют. И очень хорошо воюют. Правда, с первого дня все эти объекты, которые надо было уничтожить, уничтожили для того, чтобы все это оставить только наземное. И вот это очень хорошо. И дай Бог, чтобы наши солдаты все свои задания спасли этих людей и вернулись живыми и здоровыми. Спасибо нашему руководству страны, что решили на такой шаг. Это давно надо было решать. Давно надо было пойти на такой шаг.